можно бесконечно смотреть на воду огонь и на результаты наших расследований мы получаем огромное удовольствие когда беглые депутаты и чиновники подоголовки рассказывают все то о чем мы рассказывали и в девятнадцатом году и в двадцатом и все остальные годы поделитесь и поставьте лайк за нашу работу ссылки на доната в описании объявлены недавно в розыск по делу вымогательстве денег у администрации губернатора александра смертина депутат зак собрания илья лисняк опубликовал своем телеграм-канале большой пост с разоблачением губернатора махонина и его ближайших соратников это конечно да такой опыт был представлен илья лисняк владелец самых крупных перских пабликов вконтакте ему подконтрольны такие паблики как перм активная подслушана перим перим онлайн перим light и многие другие последний год они регулярно использовались как площадка для нападок на губернатора махонина его сеть не раз была замечена в организации травли неугодных власти и лично леснику политиков своем разоблачительном посте загнанный в углу депутат подтверждает все что было сказано нами еще в 2019 году напомним благотворительный фонд губернатора решетникова содействие 21 век тратил деньги не на детей-сирот и благоустройство детских площадок а на личные нужды господина решетникова после ухода решетникова контору накрыли и завели уголовное дело хищение 67 миллионов рублей я также в конце 2017 года по указанию лапаевой выдала станкевич наличные денежные средства из фонда на оплату расходов решетникова полученные денежные средства в качестве заработной платы станкевич сама тратила на личные нужды решетникова и членов его семьи как уверяет лесняк с приходом нового губернатора схема заработала еще наглее махонин сменил на посту максима решетникова он в январе перешел на должность министра экономического развития россии деньги благотворительного фонда стали тратиться на выборы то что мы говорим населению это на сто процентов надо исполнять как пишет лесняк сразу после своего назначения махонин отправил ко мне двух своих гонцов станислава шубина и николая иванова те заявили что новому губернатору очень нравится наша команда а сам дмитрий николаевич ну буквально святой человек сулили от его имени золотые горы гарантировали мне избранием за собрание и прочими способами ласкали мой слуг спойлер исследующих постов все это было прямой ложью губернатора и его команды через которую из нас выманивали услуги и ресурсы взамен просили поддержать махонина в период выборов помогая пермякам узнать много хорошего об этом рябининском скромняге лесняк конечно согласился но несмотря на то что депутат говорит что его по всем обманули кресло депутата заксобрания он все-таки получил благодаря махонину или вопреки не знаем вернемся к рассказу лесника он утверждает что его медиахолдинг работал бесплатно и оказывал услуги другим кандидатам но по просьбе махонинцев мы не стали сотрудничать со штабами других ресурсных кандидатов и отказались от многих миллионов рублей только махонин только хардкор пишет илья работать достаточно честно и главное понятно как утверждает лесняк в основном они работали за бесплатно его холдингу только один раз заплатили за пиар 1 8 миллионов рублей деньги были выплачены из благотворительного фонда содействия 21 век естественно деньги из фонда шли мимо официального избирательного фонда махонина и это является основанием для снятия кандидата и пересмотра итогов выборов криминальная схема проста в обмен на налоговые льготы они заставляли крупные предприятия жертвовать благотворительный фонд обещая что деньги пойдут на детишек а сами тратили их на выборы и наличные нужды в обход бюджета например сбербанк вложил фонд 130 миллионов рублей лукойл только в девятнадцатом году порядка 830 миллионов рублей глава лукойл перим олег тритьяков говорил что в 2020 году доход предприятия составил 82 миллиарда рублей налогов пермский лукойл заплатил на 9 миллиардов 822 миллиона если посчитать то это 12 процентов а должен был перечислить 17 процентов то есть 14 миллиард бюджет потерял 4 миллиарда рублей это мы еще не учитываем налог на имущество в реальности цифра еще больше после такого подарка лукойл спокойно может поделиться миллиардиком с губернаторским фондом а потом записать все это на благотворительность вы проверили слова лесника их подтверждает исследование голоса они составили подробный анализ публикации по соцсетям по мониторингу только за один день 3 августа двадцатого года за месяц до выборов социальных сетях опубликовано 140 постов про махонина почти все не одинаковые это судя по всему материалы подготовленные и разосланные по краю какой-то пиар службы губернатор среди этих пабликов можно обнаружить большое количество популярных сообществ например и серии послушано или так это перь про которые с большой долей уверенности можно сказать что они на каких-то условиях размещают официальные материалы теперь мы понимаем на каких условиях они это размещают за получение кресла депутата за собрание по подсчетам голоса упоминаемость социальных сетях махонина была в пять с половиной раз больше чем всех остальных кандидатов вместе взятых в конце своего поста лесник добавляет что после заведения уголовного дела по махинациям фонда содействие 21 век махонин не прекратил преступную схему а создал новый фонд губерния мы делали расследование и про этот фонд где подробно рассказали что это за фонд и как воруют деньги там она здесь также лесник анонсировал серию других постов о преступлениях махонина и его шайки что ж будем ждать продолжение этого старсюжетного сериала про жабу и гадюку оставайтесь с нами махонина махонина махонина